Добрый день! Сегодня мы продолжаем с вами занятие отделом растений и знакомимся с отделом покрытосеменные растения. Точнее, мы с вами познакомимся с классом двудольные растения. Но для этого сначала мы должны разобрать общие характеристики покрытосеменных растений и познакомиться с основными представителями семейства. Покрытосеменные растения – это самый крупный, высокоорганизованный отдел царства растений. На сегодняшний день известно более 250 тысяч видов растений, владающих большим преимуществом. Первое – это огромное многообразие жизненных форм. Здесь есть от деревесных форм, древья, кустарники, кустарнички, травы, различные продолжительности жизни – однолетние, многолетние, лианы, стланниковые, подушковидные формы и даже растения эпифиты. Если мы с вами посмотрим на характеристику эволюционной таблицы, то мы видим, что в процессе эволюции у растений шло уменьшение гометофита и увеличение спорофита, что хорошо видно на жизненном цикле цветковых растений. В цикле расцветковых растений преобладает разноспоровый спорофит. Представляешь собой многолетнее листостебельное растение. Гометофит же уменьшался и теперь он редуцирован, фактически оставшись только небольшими органами размножения. Это пыльцевое зерно – мужской гометофит и зародышевый мешок – женский гометофит. Архегонии энтеридии у покрытосеменных отсутствуют. Гометофит развивается совершенно быстрее, чем у гола семенных растений. Органом бесполого и полового размножения является цветок. Бесполого – потому что происходит спорообразование, при котором формируется микроспора для формирования мужского гометофита и макроспора для женского гометофита. Половое размножение, то есть сливание гомет и образование зиготы, из которого формируется семя. Цветок представляет собой особый видоизмененный побег. В особенном цикле развития появилась защита у семи зачатков. Стенки завеси, образованные в результате растания одного или нескольких плодолистиков, формируют пести, внутри которого и находится семя зачаток, защищенный от внешних воздействий. А плодотворение не зависит от плоды, оно становится двойным. Образуется не только диплоидный зародыш при сливании спермия и яйцеклетки, но и формируется из центральной клетки и спермия трехплоидный эндосперм. После плодотворения образуются семена и плоды. Зародыш несет запас питательных веществ и кожуру. Они защищены тканями околоплодника, которые являются хорошей защитой от всех внешних воздействий. У большинства покрытосеменных растений хорошо растопроводящая система. Она представлена сосудами ксиремы, которые образуют длинные протяженные каналы для движения воды. И у некоторых форм сохранились трахеиды. Удлиненные клетки также могут участвовать в проведении воды. А вместо сетовидных трубочек флоемы возникают сетовидные клетки с плетками-спутницами. Поэтому такая система более продолжительна для жизнедеятельности и более приспособленна. У покрытосеменных растений сформируются два класса. Однодольные и двудольные, что зависит от числа семидоли семени. А также ряда существенных признаков, которые позволяют отречить однодольные растения от двудольного по этим признакам. К двудольным растениям относятся растения, обладающие двумя семидолями с запасом питательных веществ. Имеющие стержневую корневую систему с хорошо разными боковыми корнями. Перистая или пальчатая перистая желкования листовой пластинки. Проводящие пучки открытого цикла и распределены по периметру, формируя кольцо. За счет чего происходит вторичный рост в толщину. Цветок имеет 4 или 5 элементов. То есть 4-5 кратных. Чаще всего околоцветник у таких растений двойной. У однодольных одна семидоля, образующая щиток, отделяющая зародыш от запаса питательных веществ, которые происходят через данную семидолю. Корневая система мочковатая. Желкование чаще всего параллельное или дуговое. Проводящие пучки закрытого цикла и разбросаны по всему центральному цилиндру. Неупорядочено. Элементы цветка кратны трем. Околоцветник чаще всего простой или остевидный. Самые главные части цветка обозначены схематически на схемах, что позволяет создать диаграмму цветка. Первое. Это ось цветка. Второе. Прицветник, образованный чашечками и лепестками. Тычинки, хилиандроцей, пестик, хиницей, а также кроющий лист. При этом цветки могут быть как правильные актиноморфные, неправильные зигоморфные или асимметричные. Давайте проверим, сколько мы запомнили из общей характеристики твудольных. Сколько количеств семидолий находится в зародыши семени? Желкование листьев обычно. Черешок листа чаще. Камби в стебле. Проводящие пучки какого типа, как располагаются в стебле? Какая корневая система у твудольных? Вторичное толщение стебля и корня идет за счет. Жизненной формой у твудольных растений являются. Количество сетков у твудольных обычно кратно. Околоцветных чаще всего. Основными классами в месяцах семенных являются класс двудольный и класс однодольный. По количеству семидолий семени. Деление на семейство происходит на основании строения генеративных органов, то есть цветка и плода. У твудольных выделяют основные семейства. Крестоцветные или капустные. Розоцветные. Бобовые или мотыльковые. Пасленовые. Сложноцветные. А также многих других. Но чаще всего именно эти пять семейств попадают в задания олимпиад. У однодольных это семейство основное лилейные и злаковые. Но кроме них в задания олимпиад могут попасть осоковые, пальмовые, орхидные. Являющие также представителями однодольных растений. Давайте разберем семейство. Семейство крестоцветные или капустные. Своё название получили за особое строение цветка, напоминающее крест. Цветки обычно незначительные, мелкие, собранные в крупные соцветия. И мы часто видим их редька дикая, неслия метрельчатая, лунник оживающий, крупка, клоповник, пастущая сумка. Всего же семейство крестоцветных насчитывает три тысячи видов. В основном это однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Среди них редко бывают полукустарнички. Все семейства объединены с цветками, общей формулой которых является актиноморфный цветок, содержащий парные чашелистники, четыре лепестка, шесть тычинок, две маленьких, четыре больших, и один пестик, образованный двумя сросшимися плодолистиками. Плоды называются стручками или стручочками, характерным особенностям которых является перепончатая перегородка на месте срастания плодолистиков, на боках которой находятся семена. Поэтому напоминаю, цветки обаяполые, правильные, околоцветник двойной, четырехчленный, чашечка состоит из четырех чашелистиков свободных, венчик образован четырьмя свободными лепестками, течинок шесть, две малые во внешнем кругу, четыре по длинным внутреннему кругу, пестик один, образован двумя сросшимися плодолистиками. Цветы собраны в простые и сложные истевидные соцветия. Поэтому основная формула цветка кисть и стручок являются характерными признаками семейства крестоцвет. У крестоцветных растений паракарпный сросшийся плод, образованный двумя сросшимися плодолистиками. Семена находятся на внутренней части. Вот общая диаграмма и формула крестоцветных. Листья у крестоцветных простые, без прелистиков. Листорасположение очередное. У многих видов собраны прикорневые розетки. Пастущая сумка, сердечник. Большое количество крестоцветных растений обладает масличными, декоративными, кормовыми и медоносными свойствами. Есть лекарственные виды, как пастущая сумка, желтушник. Но много злостных сорняков. На Срединноморье до сих пор встречается дикая капуста, которая уже культивируется в культуре более 5000 лет. Основными видами капусты являются брюссельская, краснокочанная, цветная, белокочанная, совойская, карраби, пекинская, которые отличаются формой заверки листьев, а также расположением соцветий. К крестоцветным относятся такие растения, обладающиеся к вернеплодам, как репа, редис, брюква, которые до появления картофеля на Руси считались и вторым хлебом. Особое значение в современной жизни для питания людей используют редис, который является разновидностью редки. А также мы используем часто горчицу в качестве приправы, масло горчицы имеет пищевое и промышленное значение. Хрен. Наиболее масляничное растение – рапс. Его масло используют в технической промышленности для смазки двигателей, швейных машинок, проигрывателей. Из декоративных крестоцветных очень хорошо известны левкой, ночные красавицы, обладающие приятным цветом и нежным ароматом. Перед вами ночная красавица, декоративная цветная капуста, левкой, бурачик приморский и лунник оживающий, у которого в наибольшей среде ценятся оставшиеся плоские цветения плоды, которые после высыхания раскрываются и образуют тонкую прозрачную перегородку, осыпаясь в плоды и вставляют эту перегородку нетронутой, которая хранится очень долго. К лекарственным растениям относятся желтушник скридолистный, жируха лекарственная, горчица черная, сумочник пастуший, известный народе под названием пастушьей сумка. К масличным растениям относят горчицу, черную бирю, пастущую сумку, редьку полевую, рапс. Давайте вспомним, что мы узнали о крестоцветных. Какой крестоплод видов объединяет семейство крестоцветных? Какими представителями жизненных форм мы можем найти у семейства крестоцветных? Какова формула цветка крестоцветных? Как называются плоды у крестоцветных? Какие листья находятся у растений крестоцветных? Что такое корнеплоды? И каких представительных крестоцветных его имеют? Второе семейство, которое мы с вами разберем, это семейство разноцветные. В верхнем виду видите розу, яблонь, вишня, персик, морошка, в нижнем малина, клубника или земляника, ежевика, вишня кислая, боярышник. Это все представители семейства разноцветных. Семейство разноцветных встречает до трех с половиной тысяч видов. Известны все жизненные формы. Деревья, кустарники, травы, полу-кустарнички, лиан. Все растения объединяют в это семейство по строению цветка, для которых характерна общая формула. Актиноморфная, пять чашелистиков, пять лепестков свободных, множество тычинок и в зависимости от формы цветка различное количество пестиков. Или бесконечное количество пестиков, множество, как у шиповника, земляники, или один, как у вишни. Плоды разнообразны. Орешки у клубники, коробочки, костянки, сборные много костянки, яблоко, земляничное, цинородие. Особенности всех семей цветов цветов это строение цветка и диафрагмы. Образует диаграмму цветка. У всех грузоцветных, спирейных, шиповниковых, апокарпный плод. То есть семена располагаются на внешней стороне. У яблоневых синокарпный плод многосемян а у сливовых монокарпный плод. За счет этого и формируются зазвичные виды плодов. Поэтому на сегодняшний день грузоцветных разделили на несколько больших подсемейств. Подсемейства спиреевые, куда относят часть растений, обладающих общими свойствами, спирея. Подсемейства розовые, образуются плоды цинородии или сборные плоды, а также ложные плоды земли и ничина. Подсемейства яблоневые, месинокартные плоды, то есть гепатарис растаятся с завязью и сливочные гепатарис вогнутый бокаловидный плод костянка. Это хорошо теперь видно на плодах. Посмотрите внимательно. У спиреевых плоский бокальник или бокаловидный в пузыре плодника. У розовых он может быть вогнутый, выгнутый, как у земляничины, или бокаловидный, как у шиповника. У яблоневых бокаловидный, причем происходит срастание, с учетом образуются хрящевидные перегородки. И косточковый бокаловидный у сливов. Листья обычно розоцветных простые или сложные, тройчатые или пальчатые перистые. Тройчатые сложные листья обладают такие растения, ижевика, земляника, а перисто сложные листья у лобчатки, рябины. Стебли часто растения имеют шипы, побеговые колючки, могут образовывать подземные столоны или усы, для которых происходит вегетативное размножение. плодам мы относим яблоко рябины, яблоко груши, сборная костянка малина, ежевика, простая костянка лишняя или персик, цинородий у шиповника с орешками внутри, земляничина, ложный плод, на боках которого есть мелкие орешки. соцветия разоцветных кисть, простой зонтик, щиток или метелка. Разоцветные имеют пищевое значение. Очень часто многие разоцветные обладают вкусными плодами, ради которых выращиваются человеком. Вишня, ежевика, персики, сливы, алыча, яблоки, груши, клубника, декоративное значение. Всем известны многие виды декоративных роз, которые с удовольствием высаживают для огражения и благораживания территории. Лекарственное. Жостер, слабительный и крушина очень часто помогают при заболеваниях кишечника. Рябина, при заболеваниях сердца, кровохлебка, при кровотечениях, лобчатка с заболеваниями сердца. Скажите, какое количество видов объединяет семейство разноцветное? Какими жизненные формы представлено семейство разноцветное? формула цветка разноцветных? Какие плоды у растений, изображенных на данном рисунке? розоцветных? Какие листья у розоцветных? Следующее наше семейство семейство бобовые или мотыльковые. Семейство насчитывает около 18 тысяч видов растений. Очень большое количество разнообразия жизненных форм. Это многолетние и однолетние травы, донники, кустарники, деревья, лианы. Особенности всех бобовых или мотыльковых это характерное строение цветка. У цветка асимметричный цветок. образован пятью лепестками, которые имеют разное строение. Это большой парус, по бокам удлиненные весла и снизу сросшаяся парная лодочка. Два лепестка срослись, три лепестка свободы. В результате чего цветок насимметрично вспоминает сидячего ботылька. называются мотыльковые или бобовые, потому что у всех плод называется бобом. Такой цветок называется зигоморфный, неправильный, имеет только одну нить симметрии. Чешелистиков пять, лепестков пять, свободный большой парус, два свободных весла и одна сросшаяся из двух лепестков лодочка. Тычинок всегда десять. Девять срослись между собой, прикрывая снизу пестик, а один сверху. Пестик один, иницей монокартный, зависть верхняя. Посмотря на диаграмму, мы видим, что от кровища листа отходят пять чешелистников, сросшихся между собой, пять лепестков, два из которых сросшихся, три свободных, пять, девять тычинок связанных между собой, сросшиеся, и одна тычинка свободная. Цветок лигоморфный, шельстиков пять сросшихся, лепестков пять, три свободных, два сросшихся, тычинок десять, девять срослись, одна свободно, иницея один, зависть нижняя. Соцветие бобовых кисть или головка. У клевера яркая шаровидная соцветие, напоминающая головку, а у акации, бобовника ярко выраженная кисть. Плод боб. Плоды, семена расположены на створках боба, плотно прижавшие друг к другу. Особенностями бобовых являются следующие признаки. Это наличие клубеньков, симбиоз на корнях, образованный с азотофиксирующими бактериями, благодаря чему почва наполняется азотными удобрениями, и бобовые растения имеют большое значение в все в обороте культур. листья тройчато сложные или пальчато сложные или перисто сложные. Иногда заканчиваются видоизмененными листовыми пластинками формы кустиц. Листорасположение на побеге очередное. Многие бобовые имеют большое пищевое значение, так как у них содержание белка очень высоко, за что часто его сравнивают с мясом. Говорят, что бобовые растения это растительное мясо, растительное белок. Это бобы, арахис, характерны тем, что его плоды созревают под землей. После цветения побег цветком удлиняется, закапывается в землю, и именно там происходит созревание плода. Горох, фасоль, чина. Большое значение бобовые имеют так и кормовые растения. Очень часто бобовыми растениями кормят крупный рогатый скот, так как считают, что бобовые растения повышают содержание молока. Донник, клевер, эспарцет, верблюжья колючка, люцерна. Среди бобовых много известных лекарственных форм. Термиопсис, солодка, которые часто продают настойку солодки детям при заболевании горла, его суворьство применяют. Донник лекарственный. Бобовые же имеют и декоративные растения. Это рабиния, люпин, которые красиво цветут, образуют сильно пахнущие клумбы или деревья. Глициния или вистор китайская, которые образуют лиана с красивыми большими кистями фиолетового цвета, красиво цветущие очень продолжительный период. Горошек душистый, карагач или золотой дождь, мимоза стыдливая и мимоза акация серебристая, которую нас называют просто мимозой и часто дарят женщинам к 8 марта. Давайте подведем итоги по бобовым. Что мы запомним? Какое количество видов объединяет бобовые растения? Какие жизненные формы мы можем найти у представителей семейства бобовые? Что обозначено цифрами 1-8 на данном рисунке? Какова формула цветка бобовых растений? Какие соцветия характерны бобовым? листья называется плод у бобовых? Какие листья у бобовых растений, изображенных на рисунке? бобовым? растения называют растительными телятиями? Почему бобовые растения называют растительными телятиями? растительными 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 растениями? Многие из них ядовиты, околоцветник двойной, чашечка и венчик сростные, пестик состоит из двух плодолистиков, геницей синокарпный, плоды располагаются в внутренних частях, зависть верхняя, двухгнездовая. Формула актиноморфы, пять чашелистиков, пять лепестков, пять тычинок и один пестик, соцветие завиток или метелка, плод ягода, как у красавицы Беладонны и Паслена, или коробочка, как у Дурмана или Белины. Вегетативные органы имеют ряд характерных особенностей. Листья у всех простые, без прилистников. Имеются подземные побеги, на которых образуются клубни, как у картофеля. И самое главное, все пасленовые ядовиты, так как содержат различные алкалоиды, или образуют различные алкалоиды под действием внешних факторов, которые являются ядом для человека. Пасленовые имеют большое пищевое значение. Перед вами баклажаны или синенькие ягоды, которых мы поедаем, ягоды, помидор, коробочка горького или болгарского перца, ну и клубни, картофеля, видоизмененные вегетативные органы. Так как пасленовые являются ядовитыми, то многие из них обладают лекарственными свойствами. И уже опомнится нами белина, о которой мы говорили в сказке Пушкина. Золотой рептик, когда старик говорит за выход. И что? Белины объелась. Часто употребление названия соответствует вымыслу, который придумывает себе человек. Поэтому что очень сильные алкалоиды вызывают часто галлюцинации. Многие пасленовые имеют декоративное значение. Это петуньи различных форм, которые мы будем принимать в разеленении городов. Это табак гибридный, тушистый табак. Многие пасленовые имеют технические значения. Из них производят, например, махорку. Некоторые сорные значения. И часто считаются ордиментарными видами, сопутствием с человеком. Давайте вспомним, что мы изучили про пасленовые. Какое количество объединяет семейство пасленовые? Какие жизненные формы находятся у этого пасленового? Какова формула цветка пасленовых? Какие плоды могут быть у пасленовых? Какие листья у пасленовых? Какое значение имеют растения семейства пасленовых? Какие из ядовитых растений пасленовых вам известны, кроме того, что мы сегодня называем? Семейства сложноцветные или астровые? Семейства сложноцветные одно из самых крупных семейств. Насчитывает более 25 тысяч видов. Представлено многолетними и однолетними травами, полукустарничками, реже кустарниками или рьянами и крайне редко небольшими деревьями. Травы однолетние, двулетние или многолетние. Такие как поселек, полукустарники, полынь, обыкновенная или горькая. Цветки мелкие, правильные или неправильные. Обойполые, как у трубчатых цветков. Однополые или даже бесполые. Околоцветник двойной, но типичной чашечки, как характерно у обычных цветов, нет. Венчик пятичленный, сростно-лепестный, чаще всего. Иногда бывает роднально-лепестный. Личинок пять, сросшихся, пестик один. Самая характерная особенность всех растений сложноцветных, это простое соцветие корзинка. Снизу которой имеется большое количество пестков, чашелистика, которые формируют называемую оберку. Иногда корзинки одиночны. Иногда собираются соцветия сложный щиток или метёк. Особенности строения всех сложноцветных, это их цветы. Трубчатые цветки, представленные, обычно имеют от одного до множества чашелистников. Пять сросшихся лепестков или раздельников. Но чаще всего они сросшиеся, потому что срастаются хотя бы в нижней части. Пять сросшихся тычинок. И один пестик, образованный из двух плодолистиков. Зависть верхняя. Язычковые цветки. Аквацветник двойной. Цветки неправильные. Чашечка развита слабо в виде гахалка или зубчиков у основания. Лепестки венчика срастаются. В нижней части образуется короткая трубка. Цветок обоепол. Формула нашего цветка. Ложно-язычковый цветок. Венчик стоит из трех, в отличие от язычковых, сросшихся лепестков. Имеет вид более ремейного длинного языка. Заканчивается тремя зубцами. Цветки чаще всего песничные или бесполые. И воронковидные цветки образовываются за счет срастания лепестков, напоминая воронку. Как правило, бесполые. И служат только для того, чтобы привлекать насекомых к опылению других частей цветка. Например, у вас селька воронковидные цветки расходятся по краям, а внутри находятся трубчатые цветки, что позволяет улучшать опыление при попадании в такой цветок пчел. В соцветии корзинка. Снизу корзинки находится многослойное расположение чашелистных лепестков, формирующих обертку. Плод семянка. Иногда у многих семянков вырастает кахолок или парашют, который помогает в расселении этим растениям. Листья простые, цельные или рассеченные. Без прилистников. Листопросположение очередное. Реже супротивное или мотовчатое. Некоторые образуют, как у одуванчика, прикорневую пластинку. Стебли часто укороченные. В стеблях многих растений имеются млечники. Опять вспоминая наши 2 лекарства, выделяем им млечный сок. Латекс. То есть, когда отрываются растения, на месте обрыва появляется беловатый или желтоватый сок. Появляется латексом. Многие слезноцветные имеют пищевое значение. Салат, подсолнечник, цикорий. Многие декоративные. До поздней осени существуют сложноцветные растения. И наши женщины получают чаще всего в подарок именно цветы данного семейства. Фризантемы, георгины, маргаритки, герберы, календула. Это все многообразие декоративных форм сложноцветных. Среди сложноцветных есть лекарственные. Девисил, лопух, календула, ромашка, цмин. Которые применяют различных форм заболеваний. От кожных до заболеваний борьбы с глистами в кишечнике. Лекарственные же растения продолжают иметь чертки растений, как пижма, тысячелистник, матемачиха, золотая татарник или золотая розга, орника и другие. Часть сложноцветных растений имеют сорное растение. Поправляясь первыми на местах осыпи или заброшенных в сообществах, они вытесняют те виды, вызывая зарастание или образование сорной растительности. К сорной растительности относятся одуванчик, осот огородный, чертополох, татарник, бодях, цикорий, васильки. Так как эти растения идут от большого количества семян, легко разносятся и захватывают большое количество территорий. То мы их относим к сорной растительности. Давайте вспомним, что мы изучили из сложноцветных растений. Какое количество видов объединяет все места сложноцветные? Какие жизненные формы находятся у представителей семейства сложноцветные? Что обозначено цифрами 1,4 на данном рисунке? Какое соцветие у всех представителей этого семейства? Как называются плоды сложноцветных? Какое значение сложноцветных? Двудольным растениям. Также относится к растениям, которые очень часто встречаются и имеют большое интересное значение. Это виноградные, тимьяновые или яснотковые, которые раньше назывались губоцветные. Лючиковые, которые также встречаются в заданиях Олимпиад. На сегодня мы заканчиваем. А завтра мы с вами познакомимся с однодольными растениями. Спасибо за внимание.